В регионе заканчивается освоение средств, направленных на капитальные ремонты больниц, приобретение нового оборудования, переподготовку и повышение квалификации медицинских работников. Проведены подготовительные работы для информатизации поликлиник. Деньги на информатизацию поступили практически очень поздно. Они поступили в октябре, в конце октября. Но все, что мы делали до этого периода времени, все готово. Поэтому электронные записи, электронные карты медицинские, все это начинает действовать с 1 января в соответствии с пошаговым реализациям этой задачи. Динамику роста зарплат врачей губернатор оценил как хорошую. В прошлом году она составила 29,5 тысяч рублей. Сегодня вышли на показатель 34-35 тысяч. За год зарплата увеличилась на 18%. На следующий год запланирована зарплата в 38 тысяч, а на 2017-й 45,5 тысяч. Зарплата среднего медицинского персонала через 5 лет будет составлять порядка 20 тысяч рублей. Проводится работа и по повышению зарплаты работникам дошкольных учреждений. По сравнению с прошлым годом суммы увеличились на 12-14%. Проблемой остается нехватка мест в детских садах. Динамика есть, но очередность остается. У нас с вами в возрасте от 3 до 7 лет более 4100. Ребятишек сегодня в очереди. А если взять от полутора лет до трех лет, то это 8700. Ну не знаю, только человек родился, ребенок родился. В этом году уже 10 тысяч лично родилось. Я уверен, что буквально к концу года больше половины из них уже напишут заявление на постановку на очереди дошкольные образовательные учреждения. Губернатор заявил, в следующем году будет решена проблема очередности для детей в возрасте 5-7 лет. Этот возраст очень важен для подготовки малышей к поступлению в школу. К 2016 году область обеспечит 43 тысячами мест в дошкольных учреждениях. Это на 7 тысяч больше существующих. К этому времени построят минимум три новых детских сада и откроют дополнительные группы. Юлия Смородина, Василий Малухин, Виталий Грызлов, информационное агентство Курганру.